Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Сегодня будут силовые самого популярного гостя все время его канала. И честно, немножечко волнуюсь. Типа... На столе пятерка, я не о консоли. Немножко узнаем про его жизнь, чем он занимается, помимо ютуба и стриминга. Я вкинусь на винтарный шмот, как новая ща, как новый. Прекрасно. Здрасте. Нам холодно, пожалуйста. Мы в зал. А, вы заезжайте. А? Нет. Вошлите. Да ладно. Что, снимаешь? Ну я, нет, вроде не нажал еще записи. Блин. Так, дорогие фаны, фанатки, это новый день на туб-канале. И, ну да, ну да, что поделать, инвалид. Но сегодняшний суть ролика совсем иная, понимаешь? Сегодня будут силовые самого популярного гостя все время его канала, самого узнаваемого. И честно, немножечко волнуюсь. Типа... Есть, короче, есть волнение, сами понимаете. Просто я его смотрел на резки со стримов. Когда ем, собираюсь в зал, кого-то просто ду, на фон включаю. А тут он рядом со мной и как-то немножко волнительно. Ну что ж, не буду томить. Прошу любить и жаловать. Санечка Парадеевич. Я просто стесняюсь. Смотрел тебя, когда ем, когда еду в машине, тебя смотрю. Всем привет. Фил. Парадеев Александр Владиславович. Ты знаешь, что вы меня? Да. Серьезно? Ну да. А я думал, почему Парадеев? А меня, представляешь? Подожди. Возраст, вес? Блин, а есть весы? Просто не знаю, ну, наверное, 78, 79. Ты очень высокий. 185 есть. 185. Выше. Не, не, это кроссовки. Странно. Не, реально. Но понимаете, что вот одному обозревать лавы такого гостя будет так скучно и одиноко. Поэтому нужен по-любому соведущий. Поэтому позвал ебучего ноунейма. А что за хейт-шоу мое? Можно так узнать? Ну, еще раз скажи. Еще раз меня перед роликом уже подъебал за что-то. Не было. Сюда оно. Поэтому соведущий, еще раз прошу любить и жаловать. Лосош, шах и, как сказали, ноунейм. Ну, я, если что, обоих не смотрел, когда я ел. Такой интересный факт. Ну что, ты выйдешь в своем образе? В каком? Нет. Нет, уже не хочу. Короче, я рассказываю суть. Он хотел покрасить в красный, знаешь, прядь. У тебя розинку сделать. Но ты стеснялся, уебан, испортил все нам шоу. Конец ролика. В общем, сегодня мы узнаем силовые про девича. Узнаем, на что он способен. Немножко узнаем про его жизнь. Чем он занимается, помимо ютуба и стриминга. И, в принципе, все. Что ты, в зал ходишь? А сетры. Биткоины продаю. В зал вообще ходишь? В бананы. Последний раз я был в Корее в зале. Это, получается, недели две назад. Сколько ты вообще жал, Максим? Блин, я вот не делал никогда на один раз, типа, сильный. Ну, средний. Я всегда делал на 10 повторений. Сколько ты делал? 70. Ну, свой вес, типа, 80. Нет. Это килограмм 120 на раз? Да, нет, это что? Да. А материться можно? Да. Одобряю. А это можно говорить? Да нет. Ну, у тебя ютуб тут можно. Что, с жемалежа? Да. Давай я разомлюся. О, а ты разминаешься? Я просто не разминаюсь, понимаешь? Никогда уже не разминался. Вот и все, вот, сломано рукой. Есть переломано уже. Поэтому разминаться нужно обязательно, постоянно. Но не моем случае, я не буду разминаться. Слушай, а вот расскажи про свою спортивную карьеру. Свою спортивную карьеру. Все плохо было. Почему? У меня ни одного первого места нет. Блядь, невзаимно, но... А чем занимался? Прямо вот. В Лондове уже занимался с 6 лет до 18, и потом работал тренером. Серьезно? Да. А молодежь у него? Ну, пиздяков. Чего бы странно, если бы типа узнался? Не, ну узнался. Я закрыл ебальник, наверное. Ты прям разминаешься очень тщательно. Чтобы не порваться, не потянуться, мне все-таки завтра еще что-то снимать. Хочешь услышать мое заключение по запястью? Нет. Слушай, ты очень хочешь, я знаю. Зачем мне заключение по запястью? Слушаешь, импрессивный... Вот у нас у третьей видео кого нет. Послушай, импрессивный перелом локтевой кости. Никому не интересно. Шах, послушай, пожалуйста. Давай, давай. Я качаюсь, ребят. Ну, кстати. Прикольно? Нет. Не нравится качалка? Да нет, прикольно, что я до зала добрался. Да. Зал находится прям далековато. Нет, в плане, что я в зале. Сам бы и не сходить. Амир, давай я буду увезти. Ты что, жал? А, у него сил не хватает. Я под страху. Ой, я под страху. Да пиздец. Жаворонок, ну, как бы. Под гриф. Чок, ебанол. Ты что ты делаешь? Это пиздец какой-то. Ну, это все зал Кирилла Сары. Да, туда еще пиздец. Один гриф 120 килограмм. Спасибо, Кирилл, за зал. Что, весим? Да, ну не снимались. Да, 40? Да, ну не снимались. Какой 40? 15. 50? 15. Ну, суммарно. А, это будет 50? Да. Что, ты уже сразу... Он типа сразу 60 ставит. Я делаю 60, 100, 140, 170 нахуй. Понял, вот так вот тебя подъебали. Ребят, все советы, что Дамир дает, никогда не слушайте. Во! Вы вообще будете так же стоять. Но я же 180. Я МСМК. На один раз, пожалуй, все, и довольный. Да. А ты два раза пожми. Легко ж, бля. Ты не забивайся, мужик. А, ну тоже бежит. Я уже тренироваться начал. 70 ставим? Бля, ну слушай, ну еще 50 легко. 50 было суток. Мы 130 сразу повесим. Пробуй жить. Блядь, что он несет. Расскажи, вот почему ты решил перейти с Отвеча на Ютуб? Я не переходил. Ну, знаешь, как-то совместить, типа. Но если коротко... Денег много на Ютубе. Не, не, не. Короче, на Твиче как будто добился то, что хотел. Было много онлайна. Плюс-минус какая-то аудитория большая появилась. И на Твиче стало сложно реализовывать то, что в голове есть. Какие-то большие идеи на Твиче в 10 раз сложнее делать и в 10 раз дороже. И на Ютубе ты можешь даже из этого ролика сделать охуенно. Если бы мы сейчас это стримили, получилось бы постное говно. В общем, ты на монтаже можешь что-то исправить, где-то добавить смешной звук, где-то картинку прилепить. А сколько в среднем на видос уходит по времени? Ну, смотря что. Такой ролик это не темно. Ну вот самый-самый масштабный у тебя. Самый масштабный мы монтировали, наверное, месяц, если не больше. Ебать, месяц? Ну вот хозяйский Новый год, его монтажили, ну да, наверное, месяц. Арм-рестлинг, эксклюзивное видео для моего телеграм-канала, будет там, где я борюсь с Анечкой, узнаем его силы на левой руке, право я не могу, поэтому ссылка в описании, вы увидите все там. Да, только есть проблема, я отказался от арм-рестлинга. Фух, ребят, это сколько? 70. Это, это 70 килограмм уже, блин? Ну это уже мой вес, блин. Ты что, ролик будет 3 минуты, ебаный в рот, блин? Мы в Тик-Топ. Нормально. Шар к себе дурьет. Как подъебал, да? Легко. Ну да, легко. Так, я чуть напрягся, но... Ты, может, сотку даже пожмешь сегодня. Нет желания? Я никогда не пробовал. Я не пробовал, я говорю, я всегда делал, вот это бы я на 10 сделал. Грибку стоить? Да. Или я тоже ходил спиздану? И потом блины отдельно. Так, ну сколько, 90? Ну давай по пятерке сначала. Ой. Да, слушайте, по-любому нужна вторая часть с Парадеевичем, но гость невероятно занятой, это все... В второй части? Что бы мы что-то сняли с ним еще подобную обжираловку, какой-то челлендж, что-то такое сняли, но он гость невероятно занятой, это нормально, это все понимаем, поэтому нужно какое-то, знаешь, несоизмеримое количество лайков. Типа 100 тысяч. Типа 3 тысячи. Три тысячи, мало уже. 100 тысяч лайков, и мы снимаем вторую часть, где я буду его кормить чем-то вкусным. Как со 100 тысяч просмотра 100 тысяч лайков будет? Ты охуел. У меня полмиллиона набирает, 800 тысяч. С дерзко миллион набрал. С дерзко популярный. Слушай, я тоже уже... Можно я пошлю? Тиктокер популярный, типа. Ну ты передохни чуть-чуть, нет? Нет, нет желания. Мы не ролик с Шахом снимаем, а с одной. О, ну нет, это вообще какое-то хейт-шоу мое. Он 100 пожмет. Да. Сбуха 8 еще? Да, пизда, я чуть не умер. Да нет, нет. У нас сегодня еще подъем на бицец будет максимальный. 10 меняем на 10. Да? А, просто 5. Да, как тем вообще сниматься нахуй можно? У меня такой вопрос. Еще 90 может пожать? Давай, я пожму. А хочешь я пожму? Нет, не жми, блядь. Может, пока вопрос, я отдохну. Шах, ты следующий, ой, человек. Вопрос срочный. Дашь тысячи рублей? Ну, когда дашь. Что? Когда дашь. Месяц? Тогда можно. Это интервью сегодня реально зачетное. Вы просто устали. Мы клянусь. Мы клянусь. Мы клянемся. Забык путался. Давай. Я даже помогать не буду, я буду давить нам. О, я байка п***. Он стоп пожмет. Что будет? Это 90? Вы пребете, да. Я ступи зажму. Так ты, ну, не самый крепкий, так скажем. Я не понимаю, ты кого позвал, блядь? Я думал, будет максимально доброе шоу. В общем, я понимаю, что тебе очень интересно, Парадеич, поэтому послушай, пожалуйста. Смотри, я сегодня... А теперь заключение твоего запястья. Ты хочешь? Нет. Ладно. Смотри, мы, короче, сегодня встали в пол седьмого утра, да? Я встал. В пол восьмого я уже выехал в аэропорт. В 9 я был в аэропорту. В 12 я уже был, типа, в Москве. В 2 я был только в отеле, в какой-то гостинице. Люкс, премиум, классом. И вот мы уже здесь, в 3. И чё-то устал. Слушай, ну я хуй знает. Тебе перелеты очень не выматывают. Понятно, да. Бедный. Пожалеете его в комментариях? Тебе всегда злой? Добрый. Не знаю, какой-то злой. Кто? Брать, да, Саша. Вы меня настроили на такой... Чего? Я сказал, здорово, братишка, там, как сам, чё, ну, вот. Ну ладно. Это шаг настроил. Про какие-то миллионы, да, несуществующие там шутил ходил? Ну... Первый из машины выхожу, он говорит, ну да, у нас нет 20 миллионов машин. Просто первое, что... Мы даже не успели познакомиться, руки пожать. Я ещё не успел дойти. Есть такое, не буду отрицать. Короче, вопрос. Кто любимый стример сейчас? Я начал стример. Самый стример. Ты думал, я тебя назову? Нет, 2200 онлайн, так что... 2200? 2200. Нет, 2200, если это реально... А у него реально? А не боты, то нормально. Это много, кстати, для начала. Любимый стример. Я просто не смотрю. Ну, вернее, я смотрю всех. Кого-то определённого нет. Смешной. Или накачанный там. Или вот кто 180 жмёт. Или просто шаг. Ну, ты вот так и скажи, всё поймём. Ну, наверное, больше всего Ростика смотрю. Ага. Но нарезки. Достислав. Здесь 89. Хороший парень. Не хочешь его тоже позвать? Конечно хочу, приходи, пожалуйста. У меня другой вопрос. Какой вот сейчас лучший склад стримеров в СНГ? Кто сейчас на хайпе? Да. Кишки. Кишки, да. Глеб, вообще... Все пишут, просто. Я не знаю, кто это такие. Сосавод в основном. Да, Сосавод вообще. И Хелен, или как там его? О Дерзком кишках? А нет, он шпанет. Я же скажу, что нет. Ну, если по хайпу, то да. Ну, в плане, типа, новые такие ребята, кто появились. И у них хороший онлайн начинает появляться. А вы что делаете сейчас? Хозяева. Я ролики снимаю. Вы больше на месте не стримите, не собираетесь? Ё, чувак, ты заколебал. Я сейчас буду жрать. Мне интересно. Не, условно, Лёха... Ну, вот я хотел приехать постримить, пока есть время. Там Лёха заболел. Даня улетел на Багундачу, типа в Дубай. Ооо. Я тоже здесь. Скоро улетаю, да? Костя тоже что-то прибыли. Ну, короче, сложно собраться иногда бывает. Ну, мы там не рассорились, ничего. Мы по-прежнему общаемся. Мы больше друзья, нежели хозяева теперь. Кто-то может, знаешь, там писать, что хозяева все, сдулись, распались. Ну, как бы все, ничего не изменилось у нас. Просто меньше стримин. По разным причинам. Заколебали с этим вопросом? Что у вас хозяева, что, почему не общаетесь? Нету такого? Первый раз слышу. Да? Я ебаник, наверное, завалю. Это сколько? 100. Блин, так тяжелее. 100 килограмм это пиздец. Тебе надо собраться, ебану ты, мужик. Разозлись. Одинаковый хват берешь, да? Жмешь, жмешь. Блин, не, ну, блин. Защитовый мимо. Защитовый мимо можно, да? Ну, не, 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 пожалуй. Прям вот она. Ну что, мужики, объявляю конкурс с двумя победителями. Все, что вам нужно сделать, это написать самый смешной комментарий про мои силовые. И подписаться на инсту крутого бренда спортивного питания. Комментарии с наибольшим количеством лайков получат протеинный шейкер. Второй же комментарий выберу сам лично случайным образом и подарю ВЦА. Итоги проведу в своем запретграмме в истории через неделю. Ждите. Что происходит, блядь? Могу сказать, что это не надо. Это 80 выдал боевых? Почему мы выдал боевых? 25, 35, 35 плюс 30, 65, 85, надо еще 10 килограмм. Бля, как он считает вообще? У меня по математике 2 было. Серьезно? Да. Что тяжелого? 25, это 70 килограмм, плюс пятерка 80 килограмм. Еще нужно пятерка и 20,5. 70,5. И 20,5 килограмм надо найти. Тут таких маленьких для нас нет. Спросите у него что, что может 10,7. Как день провел он? Что завтракал? Какое питание? Слушай, Саша, что ты сегодня ел на завтрак? Не ел. Я тоже. Хот-дог съел. Хот-дог съел. А сколько стоил? Лишь бы наебаться бедному бомжу, знаешь? 160 рублей. Ой, ну хорошая, ты респект. Не зазнался. Стар-догс, напишите мне. Не, стар-догс, французский, вот этот. А что делать все весь день, Саша? Мы снимали ролик. Ну и продолжаем снимать. Вы моего оператора взяли. На канал Сашу будем ролик снимать, поэтому можно перейти, посмотреть. А телеграм-канал в офсоции можно перейти? Все, хорошо. Так подожди, у нас нет 95. Нет, тогда не будем жать. Получается, нет у него нет. Нет. Что, тогда 100 фиксируем? Все, заебись. Ну не, ну 90. 90, ладно. Ну оно прям туго шло. Ты не честный человек, ты гад. Туго шло 90, поэтому засчитаем 90. Ну как это вообще? Не без спорта, нормально? Да, 90? Это нормально. Слушай, вот стоит прям все мужской. И по 180 почему-то засчитали. 100 говорит мужской, но я не тренировался долго, ребята. Это хорошая ситуация. Ты бы пожал еще столько. Весь об этом тренинг. Знаешь секс-бомбу? Да. Он пожал 40 килограмм. Я думал, он 100 пожал, я бы просто сейчас так. Шутки-шутки, мне 40 килограмм, блядь. Ну он и весит 40, будем откровенно. 52? Он ростом буквально 2 метра и весит килограмм. Какая-то спичечка же вот такая. Да. Чего? На бицепс. Максимальный подъем с любейшим читингом. Да, ты знаешь Юру Сокотского? Да. Вот как он отвечал. Что хочешь выгрезать, да? Так? Да. Это чисто. Это идеально. Сколько вешаем? Сватку? Не, ну я не знаю сколько. Я говорю, я не делаю на один. Я буду сейчас по 5 делать, по 5 будем делать. Я просто как мой одноклассник начал тренировать по 10. Не, он меня начал тренировать, мы по 15 всегда все делали. Потом перешли на 10. И вот если 10, вот ты последний вот так уже трясешься, значит это твой рабочий вес. И мы вот всегда так тренировались. Я никогда не делал на один. Ну и что это? Это 30. Еще это говорю. Ну так. И сейчас. Ну да, пойдем. Нормально. Нормально. Так быстро, блядь? Задаю вопрос, он быстрее ролик в 3 минуты получит. Просто на 3 шорса разобьешь и все. По 15? Блядь, помочь, что ли? Задаю вопрос, дай быстрее. Какие у тебя в будущем планы на блогерскую карьеру? А я так не смотрю, у меня вообще никогда никаких планов. На неделю просто хотя бы есть еще и планы? Ты знаешь, ты задал вопрос как рекламодатели, которые могли бы нам прислать план роликов на месяц. Я говорю, я вот так стою. Я не знаю, что я завтра делать буду, куда вы мне. Я говорю, я не снимаю, у меня это не работает. Мне просто стало интересно, как я буду себя чувствовать в очках от третьего лица. Да, я пошел снял, захотел выжить на острове, типа полетим на остров снимать и вот, вот такое. Короче, это 50 килограмм, я поднял 60 без читинга. Я поднимал 100 с читингом. Тебя не слушай, да, вот, блядь. Ты не в нашей весовой категории. Я поднял 100. Я крутой. Обкололся весь. Я много зарабатываю, я Дамир Татвов. Тихо, блядь. С читингом, просто прикинь. С читингом, честь, чуть веный не лопали. Это хуйня, я с прыжка его поднял. Так не надо, мужик, и надо. Так надо. Мафаню помнишь? Он сделал 70 килограмм. Здоровый хуйня. Он, да, высокий. Фу, да нет, все, куда мне дальше. Нет, нет, пожалуйста, это не конец ролика. Мы ее делаем. В смысле, у тебя два упражнения все? Да. Я думал, там 10. Ты че, нет. А сейчас будет 10. У нас новое шоу, 10 упражнений. Давай, может, ногами. Хотя, если я сейчас ногами начну жрать, я потом не выйду отсюда. Давай, пожмем. Ногами? Да. Давай, как мы хочем, просто видео с параденьем. Давай подтягивание сделаем. Так, задаем просто телеграм-канала. Сука, чуть не усрался. Попробуем. 60, может, попробуем? Он 50 сейчас поднимал. Ну, как бы, давай 60. Это 50? Да. И че, я чуть не усрался. Не, не буду. Вот так вот. И че? Мы ничего не будем делать. Бля, а что вы пишете, нахуй? Спрашивают, почему кореш ливнул с хозяевов? Ну, мискликнул. Он реально ливнул? Ну, там он просто из, на трече вышел из плашки этой, случайно. Ааа. Сейчас будет подтягивание. Как это вот так делается? Сколько раз сам подтягиваешься? Своим. Раз 10. 10? Мне кажется, больше. Типа 11, понял? Нет такого? 10 с половиной. Так, ну размялся. Там вопрос, короче, сколько зарабатываешь в день, он мне говорит, задай. В день. В день. Минуту сколько зарабатываешь? Типа 1025? А сейчас хороший вопрос будет. Повлияли ли деньги на тебя или твоих друзей? Ну, на кого-то, может быть, да, но за друзей не могу отвечать. Можно и минать. Типа. За друзей, знакомых не могу отвечать, а за себя. Ну, просто комфорт жизни, наверное, улучшился. Я не трачу на себя. Вот если посмотреть мои траты, там из них я себе купил вот кроссовки, например. Просто потому что я поехал в неудобных путешествиях, а мне две недели нужно ходить. Я себе купил кроссовки. Ну, и на сдачу в мерче, блядь. Нет, да? Я не трачу на себя, я трачу в основном на видосы, вот пока что. Может быть, когда-то я трачу. Сколько тебе уходят за видос? Средний. Короче, если у меня ролик выходит дешевле миллиона, это хорошо. Слушай, если ролик выходит меньше 30 тысяч, нахуй, это уже хорошо. Нет, у меня реально так, когда... Новое упражнение. Сколько раз делаешь? А замереть сможешь в этом положении? Крепкий парень. Короче, когда мне менеджер пишет, что мы в миллион укладываемся, я такой... Нихуя. Кайф, кайф. Ну, вот, понятно, не ролик, где я там хожу просто с камерой, а какие-то шоу и так далее. Ну, такое... Что такое шоу, где я был, помнишь? Если ты мне помнишь. Не помню. Это один из самых дорогих. Там что-то 4. 4, блядь, к сожалению. Окупается, нет? Ну, потом, другими роликами, да. Разом-то не, нет. 4 миллиона, ебан. Ну, дай бог, чтобы у всех такой уровень... Тут уже на добром вайбике, понял? Хочется поменять в моменте, поясни. Короче, смотри, широким хватом тяжело. Узким легче. Ну, типа, как тебе? Ну, можно вот так вот, либо вот так вот. Что, вы, ты на перекладе нога... Да. Ну, нам начать на тему с 55. Чего? Да нет. Чего? Давай на тему 5. Что? Я работаю с таким весом. А ты в курсе, что ты? Я отжимал стаборусь, их со 100 килограмм на 3 раза. А ты в курсе, что меня не волнует? Блядь, 25, но это дохуя, Саша. Поэтому я и потянул. Я, это мой рабочий. Ну, сколько рабочий, не один раз же ты потягиваешься? Ну, типа, 7, может. 35 килограмм тыс. Да я тоже вахуй, подожди. Я бы никогда не потягивал с 35. Я, ну, 25 это рабочий, я потягиваюсь с ним. А с этим я не пробую. Может, не потяну. Ну, давай я тебе хотя бы помогу. Ну, давай. Пойдем вместе. Мои огромные яйца. Ну что, мужики, все вы уже знаете, что я лезь амбстадором в кейсах. И ребята из кейсов максимально ответственно подходят к выбору материалов. Поэтому за качество вручаюсь лично я. Помимо того, что есть мой мерч в цвете Тиффани и в черном цвете, также есть море вот таких блоков. Вот таких, вот таких, вот таких, вот таких. Шорты, майки, худи, штаны. Чего там только нету. В описании же оставлю ссылочку на ВТК канал и сайт, где есть в море важный полезный информации. Также весь ассортимент. Но помимо всего этого, есть очень хорошая новость, что доставка по всей России бы бесплатная с деком. Поэтому, мужики, начать только качественные, удобные, хорошие вещи. Переходим в ролик. Вот это уже я не потяну, мужики. Че за хуйня? Бля, это очень странно. Подожди, он почти 100, пожалуй, и 35 килограммовый. Бля, это у меня рука уже болит. Че тут... Не хуйня. Бля, что к чему? Че, дальше пробовать? Дальше пробовать? Да нет, 40 килограммов. 40. Он хочет снимать видео, ты не особо. Уебан, 40 килограммов. За что? Я... Он уебан, но 40 килограммов. А ты куришь, пьёшь? Не, не пробовал. Не пробовал? Ну, пить нет. Курить вот эти дудки пробовал. А, мрукман на лягах. Нет, не будем курить. Взамен на лягах спортсмены, в первую очередь. Ты же каратист. Да ёпта, ты квандист. Бля. Бля, дай везде, пожалуйста, еще одна водитель. А когда ты последний раз дрался? Ни разу не дрался. Сейчас подерем тебя. Не, не надо. Серьезно? Никогда не дрался? У тебя же есть такая суперспособность. Вот такие фото, собственно. У нас просто тренер учил, что никогда не применяйте свои навыки на улице. Ну, я просто, у меня тип характера такой, что я терпил. Если мне там что-то чел на меня быкует, я проще... Он спрашивает, сколько зарабатываешь, вот что-то такое. Просто, типа, если меня чел будет как-то быковать, я проще... Он на меня показывает, я не хочу так. Голову вот так вот на меня показывает. Вот, и мне проще схавать, типа, и ничего ему не отвечать. Для меня так более умнее будет. Доеду? Тачку, спасибо. Давай. А то как-то не ловко. А, подумаешь, что-то у тебя. Лучший зал в Москве. О, бля. О, бля, 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 бля. Нет, это пиздец. Бля, это очень много, ясно бы не делал. Вначале легко шло, а вот в конце там потяжело. 45, наверное. Подожди, вот кто-то до него доебется. Ну, он же не поймет, что он там подтягивается, жмет. Гориллой у тебя с тобой. Людей, бля, вы... А он сколько жал? А я жалю тоже, он, пожалуйста, 40. 40 раз для гориллы просто любимое упражнение. Прийти, один раз вот так штангу поднять. Фу, видом. Это я, да. Как это сделать? Ты хочешь потянуть? Слышишь, что за хуйня, бля? Ну, это как пятиклассник для тебя, если повезти. Секс-бомба весь 45. Вот условно, вы с секс-бомбой гуляли, и он в пропасть. Вот, его вытянули. Бля, не, бля, не здорово. Ты сраться хотел. А сколько ты есешь? Ну, типа, 55, может. Не, ну реально. 75? А я сто. Типа, ты побъебываешься? Знаете, что я хочу сказать? Вот я сделал, и понял одно. Бля, я весь ролик, понимаешь, что он несет? К чему, нахуй? Говорю, задай вопрос хороший, значит, типа, нужный вопрос. Негодауны. Что спросить у него, подскажи мне. Советы по питанию здорового. Он вроде питается правильно. Он? Саня, да. Слушай, Саш. Да. Я слышал, ты правильно питаешься? Смотря что подразумевать под этим. Ты на бездельное? Подайс? Не, ну что ты имеешь в виду под правильным питанием? У всех же свои. Что ты имеешь в виду? Чипсы. Какие нахуй чипсы? А дай его советы по питанию подросткам? Подросткам? Уже ешьте хуйню, да? Типа, знаешь, там. Не, ну я просто... Нужно от своего организма отталкиваться. Я просто, если ем все с молочкой, ну что-то с молочкой, то меня высыпает, как видно. Не, не видно. Вообще не ем. Я не высыпаю, вообще. Вообще не ем. Ну вот, ты хавай, чё тебе кайф. Я просто ем, чё кайф. Иногда делаю какие-то ограничения, там, вот, как раз в молочке, типа, пью кофе на кокосовой основе, типа, с молоком. А вот ты сколько в день выпиваешь? Воды. Когда у компа сижу, полторашки две выпиваю. А когда просто, условно, на съемках, ну, литр, полтора в день. Это мало. Это очень мало. Я обожаю воду пить, просто вот в таких условиях сложно ее найти. Ну, лично для меня, там. Типа, в лесу где-то там. Ну, чё такое, на острове просто. Вот, а так, по питанию, просто хаваю, чё, вот, чё кайф на туре. Вчера три шашлыка уебал. А знаешь, что я съел за один вечер? Бешу, ты клянусь. Слушаешь? Нет, не слышу. Бля, пойду, подтягивай. Ты слушаешь, да, меня? Вот тебе интересно. Пиз... Все. Я думаю, что это вообще за звук? Короче, что я ел за вечер? Смотри, я сначала заказал себе просто голод пивести. Так. Давай я тебе помогу, давайте. Ага. Это надо, наверное, туда дать не сам. Короче, пизду, вот, блядь. Вот если бы он не потянулся, то я бы себя сильным чувствовал. Он взял два раза, потянулся с этим весом. Топтвол хочет задать вопрос. Топтвол, ёл. Такой ты. Ладно, такой вопрос. Честный бой. Ну, типа, по всем правилам спорта, вот, по твоему спорту. Ты против бабушки. Кто выиграет? Я, конечно. Сюда, я, я. Не болею, я с хуяляю. Парадеевич, а почему такие длинные волосы? Не потригся. Что это логично, блядь? Он сломанный рукой просто. Потягивается. Смотри, блядь, заключение. Подожди, смотри, смотришь? Вы думаете, я вам вруришь, что ли? Там рецепт написано просто. Видишь, кость больше стала. Ну, не особо. Больше, потрогай ее, буквально. Ну, я когда с велика падал, у меня так же было. Пиздуна. Он грушу ударил, понимаешь? Да, у Сарыча, на мероприятии Сарыча. Но это вам не надо, я не надо полностью, конечно. А он за это тебе зал приду, что ли? Не, просто. Подарил просто, понял, типа? Серьезно, ударил грушу, что-то поболел, думал, странно, блядь. Раз, у сорок на разы, все это время, месяц. Болит, думаю, да похуй, типа? Взял МРД, вот такая хуйня. Ну, что, как жизнь? Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Слушай, ты снимал Столярова, да? Снимался, да. Ты лучше, типа, я или Столяров? Столярова. Ну, у Столярова было упражнений побольше. Я тебя понял, в принципе. И мы там покушали хотя бы. А, ну, мы пойдем лучше потом? А, у нас самолет, поезд. Через полчаса. Бля, сам с собой разговаривает. Как Америка? Виза тяжело было получать? Виза нет, кстати. Серьезно? Вообще, я очень легко получил. А ты английский спарит? Нет. Нет. Кокаин? Да, конечно. Поехали! Ман, нига. Бля, сисястый, ты можешь? Иди потренируйся. Мы пообщаемся. Ну, бля, прикольно было в Америке. Ну, я охуел то, что... Я, честно, не ожидал, что будет. Ну, прикольно. Короче, я думал, что я там уже все видел, и меня там ничего не удивит. Но я просто каждый день так ходил. А, давайте так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. 5 тысяч лайков, 5 тысяч лайков, и Саня Парадеевич покупает мебель в Америку. Слышите, сейчас ты, верните, пожалуйста, что он своем принят. Ну что, ребята, чудесный ролик. Чудесная ответственность к этому ролику была. Охуенно, подготовились. Подход был невероятен. Спасибо, что вас смотрели. С нами был хороший гость Санечка Парадеевич. Всего лишь 100 тысяч лайков, и будет вторая часть, где мы уже подготовимся получше. Ты приедешь, серьезно? Смотрите, мы забыли вас предупредить, у Италия смена 30 тысяч стоит. Реально? Слушай, Виталия, бля. Удаляю это вообще? Че, бля? Сейчас мы на телефон переснимем, все, нахуй. Поэтому, ничего, увидимся в ваших руках. Скажешь, пока. На мой телеграм-канал подпишитесь, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Скажи, что тебе понравилось. Пусть подготовятся. Скажи, что тебе понравилось на канале. Мне было очень круто. Я наконец-то пришел в зал. Если ты хочешь услышать про кисть. Я слышал. В следующий раз ты будешь кушать, типа ездить, да приедешься, извозишь к нему второй раз. Сколько съест наггетсов? Нет, сколько килограмм за сутки наберешь? Дерзко набрал два. И блевал в конце дня. Блевал, да. Я не буду, я снимался в такой залупе, это ужас. Я хуже ничего не испытываю. Это моя новая рубрика. Сам придумал. А другая рубрика? Сколько гость потратит рублей? Тоже придумал? Еще нет, процессия придумки. Короче, скажи, пока нахуй все, блядь. Не, мне кажется, всем интересно узнать, как он рецепт или как он. Про руку. А, точно. Я скажу. Ну, напоследок. У меня телефон съел, блядь.